Приветствую вас, Георгий, давайте разберём ваш текст. Вот я его сейчас прочитаю, потому что не совсем понятен, какой текст вашего именно вопроса. То есть вы проведете помощь, вы не задаёте вопроса, а вы позиционируете свой текст как некий такой фундамент для личной терапии, да? Для запроса. Вот. Но, как бы, если человек задаёт свой вопрос в публичном виде, как это сделали вы, то, как правило, человек хочет для себя что-то понять, и вы же просто проведете помощь, и не совсем понятно, как данную проблему вы представляете себе... Как вы представляете себе решение данной проблемы в таком вот формате, в котором вы выбрали. Если же вы на основании ответов будете выбирать, с кем вам работать над проблемой своей и своей, то, опять же, это нужно было, ну, на мой взгляд, указать, да? Вот. И тут, опять же, мне кажется, вы как будто сами не определились с тем вообще, что и в какую сторону вы будете двигаться. Вот. Это очень важно, потому что нужна достаточно чёткая цель, и нужен запрос. Запрос к психологу для того, чтобы можно было над ним работать. Вот. Итак. Прошу вашей помощи с проблемой самореализации. Пишите вы. Ну, в первую очередь здесь, наверное, нужно сказать, что самореализация – это одно, да? Денежный доход – это другое. Самореализация и работа. Не то же самое. Как это не странно бы звучало. То есть, чтобы самореализоваться, не обязательно работать. То есть, значит, это не коррелирующее понятие, скажем так. Вы же в основном говорите здесь про работу, и вообще в целом у меня сложилось впечатление, что интересует вас в большей степени именно саморабота, нежели чем самореализация. Потому что в контексте самореализации немножечко по-другому вопрос ставится. Вот. Ага. Если вы, конечно, понимаете, о чем я говорю, говорю здесь. Вот. Дальше. Идем. На данный момент мне 32 года. Вот. Ни наёмная работа, ни своего дела, которое приносило подоходы, у меня нет. То есть, вы. Ну, смотрите. Здесь, вот исходя из того, опять же, что вы пишите, да? Вы говорите больше про, как вам сказать, вы говорите больше про корреляцию возраста и работы. Но не про самореализацию. Это немножко, опять же, разные вещи. Понимаете? Вот. То есть, вы говорите про то, что вы чувствуете себя плохо из-за того, что у вас нет дохода, из-за того, что у вас нет работы, да? То есть, вы не работаете, вы из-за этого чувствуете себя плохо. Реально связано это в том числе и с тем, что вы чувствуете возраст. Вам 32 года. Хотя возраст, ну, у вас небольшой. Более чем небольшой. Вот. Ага. То есть, в вашем возрасте, как бы, нет ничего критичного. Вот. То есть, это, в принципе, в принципе, вообще возраст не имеется. Ну, никакого вообще значения, да, возраста, не имеет никакого влияния на вот то, что вы делаете, да, на то, чем вы занимаетесь. А, конечно, опять же, да, при том условии, что вы относитесь к себе позитивно. Вот. Но в данном случае речь о том, что вы к себе относитесь позитивно, конечно, не идет в данном случае. Ну, вот. И, вероятно, в этом может быть проблем. Дальше. Значит, ни своего дела, которое приносило бы дохода, ни наемного, ни на работу у меня нет. Но, опять же, это звучит, звучит как некое такое, знаете, как некое требование к себе, что ли. Вот так это звучит. И, я как бы хотел бы, конечно, вас спросить на тему того, насколько вы считаете обязательным. Обязательным, чтобы у вас была работа или наёмный труд. Сами-то вы чего хотите, то есть понимаете, забегая чуть вперёд, я могу сказать, что вы описываете карьерный рост свой. Да, карьерный рост вы описываете. Карьерный рост – это здорово. Но карьерный рост – это не самореализация. Как это вот не парадоксально звучит, понимаете? Карьерный рост – это не реализация себя, это совершенно разные вещи в данном случае. Самореализация – это реализация своих ценностей, реализация своих идей, вот, это реализация своих представлений о себе. Вот. Вот это реализация. А не то, что вы говорите, здесь у вас больше про какой-то такой социальный элемент. Ну, больше про социальный аспект, где-то класс, где-то речь. Дело в том, что после лета семнадцатого года, когда я вырос из крупных телеком-компании из руководящей позиции, мне дается на действующие дохода. Опять же, это не про реализацию. Здесь вы говорите не про реализацию. Знаете, здесь вы больше говорите про что-то другое. Вот. Если вы говорите больше про, ну, необходимость в деньгах, конечно же. Вот. Но опять же, это не то же самое. Я собираюсь, что проблема нагруза в моей голове в ограниченной противочек установка в блоках либо в нерушеных проблемах с родителями. Знаете, выглядит вот, честно говоря, как ваше такое желание не то объяснить самому себе природу, ну, природу проблемам. Не то, а создать дополнительные проблемы, именно дополнительные проблемы. Вот. А чтобы не решать главную проблему, самую стать, я не отрицаю, безусловно, я не отрицаю того факта, что у вас могут быть в голове блоки какие-то, да, и могут быть проблемы и с родителями в том числе. Вот. Но, во-первых, вы работали, вы ушли. А, как бы, это, наверное, все-таки что-то дозначит. Вот. Знаете? Какая штука. Поэтому, на мой взгляд, вы здесь, эээ, ну, как-то, вот, знаете, может быть, эээ, склонно усложняться. А может быть, вам, что, скорее всего, эээ, не хватает как раз внимания, потому что вы ничего не говорите про свою семью, про друзей. Вот, эээ, тема эта достаточно, достаточно важна для вас. Дальше. Так. Значит, эээ, отношения, у меня к ним, мягко говоря, холодные. Ну, эээ, это еще не отношает, что у вас есть проблема. Эээ, как это, опять же, не странно звучит. Потому что, эээ, вполне может быть, что у вас просто есть, ну, некий такой, такой, может быть, эээ, алгоритм, эээ, общения, да. Вот. Алгоритм взаимодействует. В том числе, ээ, благодаря темпераментам вашим, которые предполагают так, так вообще. То есть холодность, это не, это и сила, не негатив. Вот. Но, опять же, я вижу, эээ, ваше желание, да, вот, грубо говоря, копать кубжи. Вот. И у этого есть, вероятно, основания. Дальше. До момента моего увольнения моя карьера летела в гору с фантастической скоростью. За пять лет мне удалось продвинуться до позиции, быть которой у коллег в среднем занимал 10-15 лет. Ну, здесь почему-то вы сравниваете себя с другими людьми. Это больше похоже на проблематику успешности, на проблематику сравнивания себя с другими людьми, например, да. Это больше похоже на это. Нежели чем, опять же, про реализацию. То есть это не совсем про реализацию. Если честно, то совсем не про нее. Ушел из-за отношения нового руководителя, который хотел победить другого кандидата на данной позиции, но высшестоящее руководство настояло на моей кандидатуре. Ну, если честно, Георгий, не совсем понятно из-за чего вы ушли. Вот это означает высшестоящее руководство, как вы сказали, вас на эту долю. Почему вы оспорили решение этих людей? Непонятно. Чем вам было неприятно отношение руководителя? Непонятно тоже. Как-то задевало вас это, как-то напрягало вам это, как-то не нравилось. Вот. Ну, это, конечно, да, похоже на отношения с родителями, в частности, Сацун, вот, да, это правда. Но, опять же, здесь нужно смотреть более детально, потому что, так вот, по только вашим словам, да, не очень понятно. Может быть вы просто в конфликтных ситуациях себя вести, например, не умеете, да, и вот какая-то конфликтная ситуация произошла, и все, вам некомфортно, вы не знаете, что делать. А, с тех пор я работал в двух компаниях, но долгосняк еще выше, но не долго, два-три месяца. В первую очередь был собственным, хотя клад был высокий из отношений с генеральным. Ну, вот, опять. Опять, у вас отношения с началством не складываются. Вот, да, здесь я могу диагностировать, как-бы, то, что, не диагностировать, точнее, не совсем правильно, констатировать, то, что есть проблематика отношений с Азон, вот у вас, тут, вот. Да, есть вот такая проблема. Проблема отношений с папой, да, есть. В данном случае, есть такая-такая проблема, вот, скорее всего, потому что, ну, на черт, вот, очень часто воспринимается, как именно родители, как родительская такая шагура. и то, что отношения с генеральным у вас не складывались, да, вот, это, конечно, скорее всего, одно отношение с Азон. Потому что, а-о, умение находить, а-о, компромисс, да, и не смешивать лично с профессиональным, а также направлен четко на свои цели. Ну, она, это умение очень, о-о, очень важно и ценит. За второе я был уволен после испытательного срока. От меня ждали воровства клиентов из первой компании, в которой я работал. Ну, то есть получается, что вы, в какой-то степени, а-м, стали жертвой. То есть вы поставили себя в жертву на общательную позицию. Вот, ну, и все. Здесь, конечно, опять же, чувствуется какая-то вот безответственность вашей лично по отношению к себе. Вот, я бы тогда даже сказал, что какая-то агрессия, какое-то желание себя нахазать, то, что я почувствовал. Вот, не обязательно это так, но, вот, я так почувствовал. Да, то есть как будто вы, 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 вы далеко не глупый человек, я уверен. И вы не могли не знать, что ситуация может так произойти, ну, так обернуться. Вот, и при том, что вы это знали, вы все равно вот поступили так, как поступили. Вот, я думаю, что это не случайно, случайно. Вот, я думаю, что вы как-то вот целенаправленно к этому шли. Вот, ну, это, это мое мнение. Я его не навязываю вам, да, я не хочу этого и, наверное, не могу. Вот, но очень, конечно, важно то, что вы столь, столь, ну, столь безответственно опять же к себе здесь подходите. И, обращаю ваше внимание на то, что в контексте, в контексте, в контексте, в контексте, в контексте самореализации, а, причина идет, от слова совсем, потому что вы не про реализацию здесь говорите, не про самореализацию здесь говорите. Вы не говорите про что угодно, только не про самореализацию. Вы не говорите про другое, вы не говорите про успех, про желание доказать что-то. Вот, про это, да, про это вы говорите. А вот про успех, а про реализацию нет. Так. Дальше. С тех пор меня обрабатывало веру в себя, свои силы, чисто обреченность недавно даже и существуют данные мысли. Ну, во-первых, связь, да, процесс, как связь с помощью, пока я этой связи не вижу, да, то есть вы вот эту, вот эту ситуацию, да, эту историю, вы восприняли негативно для себя. Это я понимаю. Но как это процесс произошел? Почему вы на свой счет, счет, приняли все про все происходящее? По причине ли того, что связывает это с отношениями с родителями, с блоками, или по какой-то другой причине, нужно выяснять. Откуда у вас идея, что у вас вообще есть как психологические проблемы, блоки и прочее, тоже не совсем понятно. Если есть, почему работать с этим начали только сейчас, только сейчас. Вот, то есть это все вызывает больше вопросов, нежели чем ответов здесь, понимаете, да? Ну и как вот функционально, да, именно функционально, вы пришли к тому, что у вас проблемы. И как функционально вы пришли к тому, что, ну вот, значит, у вас, ну вот вы чувствуете, то что чувствуете, то есть пропала вера в себя, вот. То есть, ну, что такое, что такое вера в себя вообще? Вот, начнем хотя бы с этого. То есть вера в себя, она, условно, по-вашему, что она может, вот, взять и пропасть, да. Ну, это вот немножко, это немножко непонятно. Здесь немножко, немножко непонятно, немножко странно, странно, я бы сказал. Вот. Дальше. Из-за этого у меня нет желания, сказать, но вы работали, либо сделать новые знания. Наверное, даже не желание, а страх, который, кстати, мне не удается преодолеть. Хорошо, а страх чего у вас? То есть, чего боится? Ну, потому что, ну, не очень понятно, чего вы конкретно боитесь, ну, вот здесь, в данной ситуации. И опять же, вопрос, а можно ли говорить про самореализацию, если человек испытывает страх? Вы как раз таки испытываете страх из-за того, что ваши цели, они не ваши вовсе. Вы из-за того и испытываете страх, что опыт, который вы получили, вы не воспринимаете как опыт, а воспринимаете как что-то вот такое очень личное, очень, ну, такое, может быть, болезненное, да. Такое вот, прям, прям неприятное для себя, ну, вот. И, вы просто не можете сейчас не на что другое обращать внимание, кроме как на это, вот. А самореализация вас, ну, она, мягко говоря, сейчас, ну, беспокоит куда меньше, знаете ли, степени, степени, чем все остальное. Потому что, потому что, простите, но когда человек обеспокоит, вот, то, что беспокоит вас, да, когда человека трогает то, что трогает вас. Ну, как-то вот, не до самореализации, нет, вот. Так что, в целом, я думаю, что, ну, ваша модель поведения, она вполне, как бы адекватна, да, но вполне логична. То, что вы не можете сейчас ничем заниматься, и мысли, и мысли у вас, и такое. Но это очень похоже на внутренний конфликт, вот. Необязательно связанное, связанное с родителями, и необязательно связанное с блоками в голове, вот. Потому что, ну, опять же, я считаю, что, я считаю, что, как бы не все проблемы с этим связаны. Вот, и для меня большая проблема является то, что вы считаете, что у вас есть какие-то блоки, потому что, ну, начали вы на это обращать внимание только сначала. Вот, но в целом, в целом, в целом, что важно, вы говорите про страх, это перед неудачей, скорее всего, страх. Ну, либо, либо, либо перед неудачей, либо не обратно ожидания, да, либо то, что вы, там, не знаю, будете, например, плохим, да, вот, ну, допустим, для своего отца, например, вот, и так далее. То есть тут вот страх, это опять же сверхотивация. И вообще, мне кажется, что главная проблема заключается в том, что вы сверхмотивированы. Вот, вы не воспринимаете работу как любимое дело, а воспринимаете ее как такое вот средство для, условно говоря, для других целей. Вот, потому и самореализация не получается у вас, не получится, пока вы будете, ну, мыслить в подобных категориях, к сожалению. Вот, так что, опять же, я говорил вам про, вот как раз, про постановку проблемы, да, про постановку вопроса, точнее, вот, и вам, Георгий, нужно для себя решить, над какой именно проблемой вы хотите работать. Вот, или сразу над несколькими, но последовательно. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго, удачи.